Сегодня утром строители звонят и говорят, приезжайте быстрее, не знаем, что делать. Стена темная, помещение стало казаться меньшим, полупиздец, короче. Вот у нас лежал ковролин, видите, вот такой ковролин лежал. Его сняли, и с полом вот такая вот херня. Поеду сейчас куплю щетки, ведро, мыло, и, короче, сама буду отмывать здесь плитку. Ой, садимся. Ой, ой, зарядочка. Ну что, мои любимые, иногда так бывает, когда ты спишь дома, тебе срочно звонят и говорят, пиздец, на холодец, срочно мчит салон, покрасили стены, стены покрасились, короче, в темный. Я хотела серый, у меня в Минске в салоне серые стены, очень круто смотрятся фотографии, и здесь я хотела так же. Ну и все, мне вчера покрасили. Сегодня утром строители звонят и говорят, приезжайте быстрее, не знаем, что делать. Стена темная, помещение стало оказаться меньшим, полупиздец, короче. В общем, вот такой пиздец у меня утром. Сейчас вот у меня ключи от салона, я зайду и сниму вам, что вы скажете, интересно. В общем, смотрите, вот у нас лежал ковролин, видите, вот такой ковролин лежал. Его сняли, и с полом вот такая вот херня. Ну, мне кажется, нафиг не надо перекладывать новую плитку, тут еще не сняли. Перекладывать новую плитку не надо, просто нужно взять вот это реально и таким золотисто-сером закрасить, и будет нормально. Ничего не надо тут перекладывать, все нормально, тут мне все нравится. Ну, трэш немножко, но не такой уже пиздец трэш, как он мне сказал уже. Беги быстрее, я прилипаю, видите, я иду, это клей, я прилипаю. Вот, ну я сейчас посмотрю, что у нас здесь, здесь, вот, ну и чё, красивая серая стена. И чё строители так испугались, вот, ведра наши, и чё строители так испугались, говорит, такая серая стена, а такое помещение темное, где оно темное. Очень красивое помещение, охеренное, красивое серенькое помещение, очень мне все нравится, все охерительно. Мне нравится, честно. Вот, единственное, вот я что понимаю, у нас, я не хочу класть новый пол, потому что пока на пол денег нет. Этот пол я помою, это все фигня. Вот здесь вот они штробили, и вот здесь вот оно, типа, будет, он имел в виду, что вот здесь, наверное, будет видно, но я здесь покрашу серая краска золотом, серая золотом возьму, так вот покрашу, будет нормально. Ничего страшного. Ничего такого страшного здесь нет. Уже, блин, побежали, такой ужас, там трэш, где тут трэш, все нормально, все охеренно. Смотри, как красивое помещение, оно все будет серое. Вон моя машинка, в общем, в общем, все охеренно. Ну что, мои золотые, вот, и нет никакого пиздеца. А? Прикиньте, мне утром звонят. Все, вот, пиздец, стены темные, пол, пол, пиздец там. Ау, 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 быстрей, быстрей, лети сюда, короче. Будем исправлять. Я приехала, никакого пиздеца нету, все охеренно, просто невъебенно, все будет охеренно, реально. Задолбалась петь эту песню. Вот такая у нас улочка, где мой салон. Здесь у нас и там парковка, и тут парковка, и тут. В общем, сажусь в свою бибику и еду домой. Все мне нравится. Звоню строителям, пусть продолжают свои строительные работы. А я сегодня буду здесь мыть пол. Попозже еще вам сниму, как я, короче, буду мыть здесь пол. Сама поеду сейчас, куплю щетки, ведро, мыло. И, короче, сама буду отмывать здесь плитку. В общем, пока меня все устраивает. Ура! Охеренный день! Пока строители делают ремонт, я готовлюсь к мытью пола. Подкрепляюсь едой. Вот такой у нас ресторанный дворик. В общем, сейчас поем. Соберусь в свои селенки и поеду мыть пол. Когда ты хочешь иметь свою студию, иногда надо и помыть пол за строителем. Очень дорого здесь стоит клининг, поэтому лучше помыть самой. Клининг за вот этот пол бы взяли, я думаю, что пару соток. Уе. Придется помыть собственными руками. А так. Иногда и так надо сделать. Как говорят, мы не экономим, мы рационально расходуем денежный ресурс. Ну что, сейчас вы увидите, как я буду его мыть. Специально сниму для этого. Покажу вам, как я буду делать эстетично-эротично мытье полов. Собственные студии. Чтобы помыть пол, плитку от клея, на который лежал ковриный, нам придется взять мыло. 5 килограмм купили вчера. Блюра-берленд, тут я же есть блюра-берленд. Так вот наливаю мыло. Экономно очень, потому что все недешево. Дальше водичку. У нас уже, видите, справедливо новая проводка. Здесь будут стоять моеки парикматики. Сейчас пенка будет, прям как будто я мою свою собственную машинку. Но я, к сожалению, мою клей. Я сейчас мою свою собственную машинку. Мне нравится помыть, кстати. Возможно, придется следующее, что я буду открывать в этом городе. Это будет автомойка. Вот такая пеночка уносит. У меня вверхом модное. Дальше мы делаем вот так. Вот, смотрите, это клей. Вот, можно почувствовать, прилипает на ногах. Такой не сильно размокнул. Мы делаем вот так. Немножечко делаем вот так. Чит. Пеночку. Ее вот так. Раз. Разнести. И дали ей время, чтобы она поработала. Иначе она ничего не вымывается. Раз, раз. И вот, раз. Когда-нибудь вы видели уборщицу в лабутенах? Это я. Кто не знает, мало кто знает, что у лабутенов есть кроссовки. Вот они. Бабутики. Но им уже года три, поэтому им пора уже на свалку. Но я их так люблю, поэтому решила не помыть пол. Они мне душу греют. Знаете, в дорогом салоне, в дорогой Богу, и помог Бог, сразу шасси. Будете дешать. Чтобы жить у шасси, нам не надо будет красить. Мы будем зарабатывать броши. Ой. Вот. Вот так мы сделали. Сейчас я вам покажу. Там уже у меня было замочено. Я вам покажу, как это все моется. Оно реально не сильно хорошо смывается. Оно смывается. Видите, оно вот не замочено еще. Видите, не моется. Видите. А вот здесь уже замочено было. И опа-на, опа-на. Хоп-хоп. И разнотый, и разнотый, и разнотый четыре. И пять, и шутка, и шутка, и шутка, и шутка. И шутка, и шутка, и шутка, и шутка, и шутка, и шутка. Прямо в зайчик. Три, шутка, и шутка. А здесь еще чуть плохо разночено. Позьмущем. Экономим на пинге в этом санде. Андрюха, у меня тут съемка идет. Если не, то не рисуйте. Это чужой муж. Не мой, мне нельзя тут пока. А то жена увидит, как уля-ля. Это шутка. Это муж моих в одном месте. Вот. Ну, в принципе, вот так. Все, пусть пока это помогут. Ой, садим, он седл. Ой, ой, зарядочка. Ну что, мои дорогие, вот и помыла я пол. Вот такой он чистенький. И, конечно, его еще надо довести до ума. Но, что же будет после того, как будут покрашены стены, когда будет сделан ремонт, все мебель, смотрите мой канал, и вы все будете видеть сами. А сейчас подписывайся на мой канал, ставим лайки, колокольчики, пишите ваши комментарии. И даже на комментарии мне пишите. А я устала. Пойду домой. Я вам скажу, старость не радость, сказала Жанна и обогнала троллейбус. Вот вам дырик, вот вам дырик. Это я так мыла пол, видите? Но пол зато помыт офигенно. Видите, вот про что я вам говорила. Вот шпаклевка полетела. Продолжение следует...